Вся щедрость белорусской осени до изоморских даров сосредоточена на Брестском центральном рынке. Здесь можно найти практически все и в широком ассортименте. От свежих овощей, зелени, фруктов и ягод до различных засолок и домашней консервации. В этом году я первый раз вырастила свою домашнюю капусту в Чернавчицах. Называется сорт Атрия. Квасим ее, люди покупают с удовольствием. Я продаю дешевле немножко, чем перекупщики. А почему? 2,50, пол-литровая баночка. Гранат у нас 7 рублей, хурма 6,50, лимончики по 6,50, винограды есть 5,4,50. Это витамины берут люди, хорошо, да, это полезно для организма. Неважно, местный вы или приезжий, сколько вам лет и какого вы пола, это разнообразие продуктов не оставит вас равнодушным. Есть тут и самый популярный среди белорусов картофель, а продавцы знают все о тонкостях каждого сорта в приготовлении. В данный момент люди активно закупают картофель на зиму. Они берут номера и просят развозить по домам. От 50 килограмм у нас есть три вида картофеля. Аскарб, средний разваристый галла, сильно разваристая, и королеву анну. Все больше предпочитают королеву анну, потому что она менее крахмалистая, меньше разваривается и по вкусу она слаще. Стоимость картофеля варьируется на рынке от рубля 20 до рубля 80 копеек, в зависимости от сорта и размера корнеплодов. При этом оптовый покупатель всегда может рассчитывать на скидку. От рубля до полутора чаще всего просят за хрустящую, сочную капусту и сладкую морковь, до двух рублей за яблоки и свеклу. Томаты и огурцы от двух с половиной до четырех рублей. Зелень от 50 копеек за пучок. Мы заготавливаем обычно картошку, капусту, лук, помидоры, потому что они полезные. Ну, всякое время они полезные. Капусту можно купить, огурцы, помидоры. Ну, сейчас помидоров нет, а тут есть. Тут есть и так необходимое в холодный период организму лук и чеснок с их полезными фитонцидами, микро- и макроэлементами и целым комплексом витаминов группы В. При этом лучок ближе к потребителю, он от полутора рублей, а чеснок от 7 до 10 рублей за килограмм. А вот любители сладкого ялтинского лука не пожалеют те же 10 рублей за его килограмм. Сейчас вот сезон простуд. Очень хорошо берут лук, чесночок у нас есть. Он очень полезный, он без горечи, без горчинки. Вкусный, сладенький. А вот клюкву, которая так цена своим составом, любят совсем не за сладость, ведь это целый витаминный комплекс. И в это время она имеет максимальную целебную силу. А в паре с медом она только вкуснее и полезнее. Не устоит ни один гурман и ни одна простуда. Цена клюквы от 7 до 10 рублей за кило, мед от 10 до 14. Клюква с медом, я считаю, что очень хорошо. Не зря клюквенный морс всегда советуют. И вообще перекрутить клюкву с медом. Очень полезно. Природный антибиотик, большое содержание витамина С на сердце, простудные какие-то заболевания, профилактика. Это, наверное, одна из самых ценных ягод. Иммунитет укрепляет хорошо, на те же почки. Немаловажно и то, что продукция, которая попадает на рынок, проходит строгий лабораторный контроль. Поэтому в ее качестве вы можете быть уверены. Все наши овощи проверяются обязательно органолептика, обязательно нитраты и радиология. Все наши фрукты обязательно радиология идет, исследование, и органолептика. И квашение тоже органолептика, радиация, нитраты. Если имеется проведение ветеринарной санитарной экспертизы, значит, эта продукция, она пригодна для употребления человеком, и она безопасна. Безопасна, вкусна и полезна. А еще можно поторговаться. Поэтому советуем не медлить, а собираться за покупками.